Субтитры сделал DimaTorzok И этот вид, который напоминал пчелу, как-то совсем ни о чем Хотя, наверное, многие из вас подумают, что это еще хуже, чем то, что было Меня знаете, что бесит иногда? Что вот я записал видео, а оно почему-то потом, когда сохраняется, артефачит И бывают там какие-то ошибки со звуком, что картинка идет раньше Хотя, опять же, когда я его смотрю через какой-нибудь там Windows Media Player или еще через что То там все нормально, а в моей программе, когда я его уже редактирую, там бывают глюки Боже, что это они делают там? О, вот видите, я не зря сюда приехал, потому что скорость не потерял Не, ну классно, конечно, против меня корвет ставят Которую я, кстати, не выиграл Я вот думаю, мне с Рейзером все-таки гоняться на Ауди Или купить отдельную машину Потому что я все еще в раздумьях, какая машина будет Может быть, купить McLaren Хотя, опять же, McLaren Можно выиграть у Була Его не обязательно покупать А вот если купить Какую-нибудь Мурселага А или еще лучше Porsche Carrera GT Которая, да, дешевле, чем McLaren Это я что-то перепутал совсем Но я просто решил, что если машина последняя в списке в автосалоне То она самая дорогая На самом деле, там Логика совершенно другая Вообще не знаю, как они там расположены По какой логике машины в автосалоне расположены? От самой дешевой? Нет Потому что Кобальт третий в списке, и он как бы дешевле, чем Чем Lexus Насколько я помню Lexus вроде на тысячу стоит дороже Да уйди от меня Вечно я путаюсь в этом управлении Он... Боже, он только что на всей скорости въехал в мусоровоз Это, наверное, было больно Вообще по Рокпорту, в отличие от Роузвуда Всегда ездят какие-то машины Тяжелые Грузовики Или мусоровозы Или даже вот пожарная машина есть Ой, это было близко Я тоже мог въехать в мусоровоз Да блин, я не ту кнопку нажал Хотел замедление нажать, а нажал Нитро Что за черт? Не, по крайней мере, здесь соперники Что-то вот могут сделать Они сопротивляются Да что бас О, мусоровоз поцеловал Отлично Короче, наверное, я возьму карьеру GT Она, во-первых, дешевле, чем Mercedes McLaren Да и во-вторых Хотя, слушайте А если взять Ford GT Он, как бы, тоже мощный На вылет Вероятность копов минимум Это хорошо Нам сейчас копы ни к чему Тем более, у нас первый уровень Первый уровень, потому что я покрасил машину Как уже все догадались Кто-кто? Тинкер, Вольташи, Гибсон О, опять Гибсон Мне говорят, кстати, в комментариях, что Почему ты разговариваешь с ботами? Они же не живые И вообще Это же обычные машины Которые созданы, чтобы Составлять тебе конкуренцию Или просто составить конкуренцию, да? Но они же бомжи все Зачем ты с ними разговариваешь? Это нереальные люди Прикол просто в том, что Если Не говорить О них И просто ездить Это скучно Тем более, у них еще Да, у них еще и такие никнеймы Иногда бывают Вот Вольташ Там, Шпилька Или легендарный уже на моем канале Пресс Я думаю, Пресса все знают Сколько раз он уже Был в моих видосах Здесь главное Вот не врезаться У меня есть определенная тактика Чтобы не врезаться В этом месте Надо просто Немножко дальше Отъехать И повернуть А не сразу Поворачивать Интересно У них кто-нибудь Врезался там Или нет Я вот думаю На Ронни Возьму все-таки Этот Порш Потом придется Кстати прокачать И Порш И Ауди Потому что после Ронни Открываются все детали Которые только можно Нам не хватало Только Вроде как Максимального двигателя И Турбо Турбо наддува Если быть точнее Поэтому Придется потратиться И не факт Что нам хватит На Форд GT Или на карьеру GT Хотя я все еще В раздумье В принципе У меня уже есть Один Порш Да? Логично Что зачем мне еще один Пускай он быстрее Но это все еще Порш Да Ты специально остановилась Здесь машина Хитрый план Кстати Почему такой Длинный круг был Это только первый круг По-моему Это минус Вольтаж Вольтаж Сгорел Он выбит Ну конечно Нет Врезайся Вот машина едет Зараза Увернулся Хотя Да Для разнообразия Наверное Проще будет Купить Форд GT У меня еще не было Ни в одном Прохождении Форд GT Который Я использовал В карьере Я потом покупал его Но вот в карьере Не использовал Возможно Он меня дико разочарует Я этого не исключаю Кстати Там Стоп Если я еще не забыл Нужно турбо немножко Ой Турбо снизить немножко Мне просто написали Что если Сделать его На максимальное То Если машина Уже будет разгоняться Если точнее Она уже будет На большой скорости То будет набирать ее медленно Или как-то я не так понял Но Сказали Лучше ты Немножко отрегулируй Поэтому Я не забыл И сейчас Отрегулировал Да Комментарии я читаю Так что можете там писать Какие-то советы Да Советы Как не врезаться Вот В такие столбы А вообще Пишите советы По поводу Прохождения Досье Мне там один челик В группе Накатал целую статейку Как это все сделать Я читал Но Я догадывался Как это все сделать надо У меня есть Один Трек Ну ладно Не трек А Одно место У меня есть Одно место Где Копы Сразу Сразу Нас будут терять Мы убиваем первого И сразу Уезжаем В гараж И таким образом По моему Там поднимается Около пяти нарушений За один раз Да Это будет Сложно Потому что Придется Такую штуку Проворачивать Несколько раз Несколько десятков раз Или сотен Я еще Над этим Не думал Даже не помню Сколько у нас Нарушений Уже есть Как то мы Заходили с вами В досье Но Я провтыкал Не помню Сколько там Выполнено Нарушений Уже За все время Нам Короче Нужно Пятьсот Нарушений Мы можем Конечно Сделать и Шестьсот И семьсот И восемьсот Но это Реально Долго А для Прохождения На сто Процентов Требуется Конкретно Пятьсот Так что Пятьсот 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 Шесть Но Больше Я набивать Не буду Тем более Мы это Делать будем На копах Пятого Уровня Там еще Какая-то Заданка Есть Чтобы Вертолет В одной Погоне Встретить Пять раз По-моему Вроде бы Пять Это тоже Довольно-таки Сложно Потому что Вертолет Рандомно Появляется То он Есть То Ты издеваешься То он Есть То он Потом Появляется Резко И говорит Ой У меня Закончилось Горючее Как у нас Уже Такое Было По-моему Такое Случается Только из-за Моей Кривой Сборки На этом Бритином Переводе И Возможно На нормальной Версии Игры Хотя Это Тоже 1.3 По-моему Таких Глюков Нет Возможно Это Просто Старая Версия У меня Тоже 1.3 Но Старый Патч Наверное Старый Патч Потому что Например У меня Есть версия Где На заправках С копами Не вылетает А в этой Версии Частенько Если копы Даже Сами Заденут Заправку Оно Вылетит Фактически Если вы С ними Гоняетесь И кто-то Из копов Заденет Хоть одну Заправку Когда угодно Это может Случиться Вы потеряете Всю Весь прогресс В вашей погоне Это Тупо А есть Версия Где Таких Вылетов Нет Причем Она у меня Полностью На русском Но к сожалению Без Бритвенного Перевода Иначе Я бы уже На ней Играл А то Знаете Будет Обидно Если Я буду Проходить Это Досье Собрать Пять Вертолетов В одной Погоне И копы Просто Будут Задевать Заправку Каждый Раз Есть Семь Минут Гоняться Одна Гонка Семь Минут Бритва Агент Что-то В последнее Время Наши Ребята Слишком Чатно Попадаются Только Тебе Все Время Везет К Чему Это Как Это Почему Может Потому Что Я их Сдаю Я же Крыса Или Как Это К Чему Потому Что Я Крыса Я Признаю Это О Смотрите Против Нас Тоже Такой Порш 911 И Макларен Здесь Весь Набор Не хватает Только 4GT Вот Мне писали Сделать Такой Порш Серебристый Но Как-то Он Не Смотрится Мне Лучше Синим С темно Синим Вариантом Сколько 4 Круга Ребят Мне кажется Или Здесь Тупо Затягивают Прохождение Я Конечно Могу Это Сейчас Вырезать Да Чтобы Оно Было На Последнем Круге Наверное Я Так И Сделаю Буду Немножко Тут Круги Вырезать Ну Потому Что Даже Если Он Маленький Да Если Круг 2 Минуты Из Из-за Того Что Их 4 Это Превращается В Минуты Хотя Нифига Он Не Маленький Я Думал Мы Сейчас Будем Поворачивать Направо А Получилось Совершенно Наоборот И Получается Если Круг 2 То Это Уже 8 Минуты Если Я Там Посчитал Что 6 Не Обращайте Внимание Это Моя Математика 2 На 4 Ж 8 Все Правильно Это Если Я Проехал За Полторы Да Там Плюс Минус 1 25 Тогда Еще Ладно И То Не Получилось Короче Все Плохо Нам Специально Затягивают Прохождение Потому Что Я Мог бы Эту Гонку Скипнуть Но Так Как Нам Нужно Пройти На 100 Процентов Без Этой Гонки Игра Скажет А Ведь Ты Не Прошел На 100 Процентов Ты Что Офигел И Конечно Это Получается Почти Что 2 Минуты Так Что Круги Буду Немножко Вырезать Опять В Гонках Нет Преза Куда Он Подевался Интересно Сколько Вообще Здесь Имен Гонщиков Есть Понятное Дело Что Нам Кидают Одних И Тех Ж Гонщиков Каждый Раз Просто Перетасовывают Их Имена Может Их Человек 20 Хотя Бы Не Вот Эти Конечно 4 Круга Как Будто Разработчики Сами Подумали А Давайте Ка Мы Растянем Прохождение Еще Если Ты Хочешь Пройти На 100 Мало Того Что Там Досье Где Нужно Долбиться Скопами Не знаю Сколько Времени Я Сам Даже Не Представляю Себе Сколько Сколько У нас Займет Эпизодов Выполнение Этого Досье Даже В теории Если Сейчас 22 Серия Там Да Или Не 24 25 Я Уже Не знаю Какая Она Будет По счету Допустим 25 К примеру Если Я угадаю Это Будет Жестко Конечно Так Вот И За Эти 25 Серий Мы Ещё Не Прошли Сюжет Куда У нас Ещё Как Минимум Гонка С Ронни Потом Гонка С Булом И Только Потом Рейзер А Это Только Сюжет Ну Допустим К 32 33 Серии Я Закончу Сюжет Хотя Может Быть И Раньше Это Не Точно Но Сколько У нас Займет Серий Эти Долбан Досье Копов Конечно Вы можете Сказать Ну ты же За одну Погоню Можешь Там 40 Минут Гоняться И в Это же Время Набить 5 Вертолетов Нарушений Кучу Выполнить Ну 8 Там Максимально Да Ущерб Государству И что Там Ещё Ну там Много Пунктов Выполнить За Одну Погоню В принципе Можно Процентов 50 Наверное Сделать Если Погоня Будет Минут 40 Но Это Нужно Успешную Погоню Чтобы Нас Не Поймали И Чтоб Не Вылетело Что Самое Главное Ладно Поймают Ещё Там Можно Откупиться У нас Жетонов Выхода Из Тюрьмы Штук 20 Наверное А Если Игра Вылетит На Самом Интересном Месте Обидка Будет У Мне Уже Так Было 40 Минут Гонялся Скопами А Потом Она Просто Взяла И Вылетел Но Раньше Был Классный Торрент Сайт Сейчас Он Почему То Не Работает Вообще Его Походу То ли Закрыли То ли Не Знаю И Получается Что Там Я Скачал Ту Сборку Которая Не Вылетает И Теперь Найти Ее Там Невозможно Потому Что Сайт Сдох Хорошо Хоть Успел Скачать И Наделать Копи Так Сказал Как будто Это Какой-то Контент Такой 18 Плюс И Все Такое Блин Давайте Покайфуем Под Этот Музон Да Уж Да Вы Издеваетесь Просто Они Всегда Едут Из Таких Мест Где Ты Тупо Их Не Ждешь Семь Минут Семь С половиной Минут Заняло Это Это Нечто О Тулбуд Наконец Хоть Это Будет Недолго Наверное Или Или Будет Столько Семь Минут Просто Растянут Эти Контрольные Точки Расставят Их В таких Местах Что Придется Всю Карту Объехать Я Вот Чего Не Понимаю Почему В Андеркавере Даже С Патчами Не Могли Завести Нормальное Освещение Видели Там Тени Вообще Они Получается Ну Да Да Конечно Они Появляются Как-то На Диком Расстоянии Потом Начинают Пропадать Пока Вы едете Они Пять Раз Пропадут И появятся Заново Это Вообще Так Смотрится Просто Ужасно Как будто Игру Делали Люди Которые Не Знали Как Правильно Сделать Освещение Как Правильно Вернее Сделать Тени Ладно Если бы Их Сразу После Выпуска Андеркавера Всех Уволили Вообще Всех Сразу Тогда Да Они Не Успели Выпустить Патч И У нас Игра Осталась Б Недоработанной Но Ведь Они Андеркаверу Почему Они Не Могли Выпустить Патч Который Фиксит Эти Тени Почему Этим Должны Заниматься Люди Которые Разрабатывают Моды Я Не Понимаю То ли Издателю Уже Было Все Равно Что В Игре Вот Такие Господи Сколько Я Машин Уже Сегодня Разбил Что В Игре Такие Ужасные Тени И Что В целом Картинка Выглядит Недоработаны Они Знаете Выкатили Патч Который Фиксит То Что Копы Слишком Легкие Но Ведь Они Такие Остались Легкими Меня Ни разу Так И не Поймали По Моему В Андеркавере Когда Я Проходил Его Вы Вообще Помните Как Меня Поймали У Меня Был Момент Где В Мус Вон Дети Поймали Б Уже Раза Три Вот В Андеркавере Был такой Случай И Полоска Ареста До конца Так и Не смогла Дойти Хотя Я там С копами Стоял Секунд 15 Наверное Так что Я не знаю Как они Пофиксили Сложность Копы Как были Немощными Так и Остались В Андеркавере Лучше Бы Они Пофиксили Тени Копы В Андеркавере Как были Жалкие Таки Остались К тому же Никто Ими Не интересуется С ними Неинтересно Гонять Господи Я вообще Не помню Там Копы Шипы Ставят Заграждение Вроде бы Есть А шипов Нет Опять же Почему Господи Сколько Людей Я убил Или По крайней Мере Покалечил Давайте Внимательно Смотреть На дорогу Чтоб Не допускать Аварий Это было Близко Но Аварии Не было Нет Толбут Быстрый Уже 75% Нет Вот что он здесь делает По моему вероятность Копов Минимум Нет Нормально Тогда Занесло Это он В панике Убегал От меня Или что Или Уворачивался А он Наверное Увернулся Так Да ты Издеваешься Как можно Было Тебя Там Объехать Все было Так Четко Я вот думаю Может После Прохождения На 100% Запилить Что-то По типу Лучшие Моменты Из прохождения И там Сделать Нарезку Из самого Эпичного Благо У нас Его Предостаточно Например Как я Что Это ошибка Впервые Слышу Такую фразу Если честно У нас этих моментов Уже много Даже взять Тот А Да Мы же Охлаждаемся И Кстати А если Мы сейчас Поедем на Копа Поедем на Копа Попадемся И сразу Свалим Мы Выполним Сразу Одну Заданку Так что В наших Интересах Было А если Б я Сразу Скрылся У меня Писало Просто Таймер Ноль Оно Бы Засчитало Задание Или Нет И Да Мы Выполнили На шару Одно Задание Учитесь Ребят Будьте На вершине Вашей Игры Привет Я знаю Что тебе Говорил Рейзер Не ведись На него Ты лучший Ты крутой Ты всех Побьешь А Рейзер Просто Трипло Катайся Не сходи С трассы А я Займусь Остальными И им Тоже Блин Мия Ты поднимаешь Мое ЧСВ Просто Вот Сразу Поднимается ЧСВ Как она Это делает Как там Сказано Вы Уже Близко Продолжайте В том же Духе И Прижмите Ронни 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 А я То Уже Близко Скоро Я Тебя Прижму Ронни Это Меня Боится На самом Дель Как Его Вначале На Бэхе Помните Тупо Без Шансов На Этот Раз Будет Без Шансов Но Уже На Машинке Послабее Ронни Получается Получил На Шару Машину Да От Родителей За То Что Окончил Колледж По Моему Или Поступил В Колледж Как То Я В Биографии Немножко Потерялся Там Было Сказано Ну Неважно Наверное Окончил Потому Что Ну Как Это Сколько Ему Лет Тогда Вы Это Видели Что Там Только Что Было На Мини Карте Одна Из Машин Закружилась На Месте Может Это Конечно Бак У Меня Такой Но Мне Кажется Что Там Просто Все Трое Столкнулись И Кто То Из Них Чересчур Сильно Леон Вы Знаете В чем Прикол В Оригинале Это Был Лайон Лайон Ну То 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 Лев А Здесь Он Леон Прямо Как А Может Леон Может Это Леон Я Просто Знаю Есть Такой Персонаж В Resident Evil 2 Да Да Вообще В Resident Evil Все знают Кто Такой Леон Кеннеди Это Наверное Любого Спроси Фаната Он Тебе Сразу Расскажет И скажет Что Во второй Части Он Самый Красивый В Ремейке Я имею Я Как Соглашусь Но Там Пишется Через Е А Здесь Через И Могли Бо Уже Не Знаю Хотя Да Как Они Переводили Просто Посмотрели На слово Так Здесь Написано Леон Ну Значит Это Леон Не Какой Это Там Лайон Если Это Окей Машинный Перевод Да Если Если Переводил Гугл Переводчик Или Кто То Там Еще Не Важно Тогда Бы Перевело Лев Наверное По Закону Жанра Как Бы А Вам Не Кажется Что Мы Сейчас Просто Уничтожили Какая-то Слишком Легкая Гонка Была Я Их Не Почувствовал Никого Какой-то Мусор О Неужели Там Можно Сократить Или Мне Просто Так Показывай А ну Ка Ну Да Конечно Конечно Можно Кобальт Так Необычно Как Давно Тебя Не Было Волк Ты Что Ты будешь В сиквеле Ты же Вульф Я знаю А Кстати Его Наверное Таки Перевели Он Был Вульфом Но Перевели Волк Это Хорошо Правда Отсылка Не Получилась Я Помню Тебя Вульф Ты В Карбоне Там На Какой Он Машине Был Это Не Тот Который Вначале Ездил На Серебристой На Чем Он Ездил Не На Мустанге Она Я уже Не Помню Или Это Я путаю Может Вульф Это Да Блин Может Вульф Это Который Тот На Мазде Ездил Зеленый Такой Карбон Давно Уже Не Запускал Поэтому Могу Так Вот Ошибаться Но Ничего Я думаю Что После Данного Прохождения Карбон Не Заставит Себя Долго Ждать Только Вот Вопрос Буду Ли Проходить Карбон На 100% Я Уже По-моему В этом Говорил В этом Прохождении Маст Вунд Явно Проходится Дольше Чем Карбон Потому Что Там Нет Досье Конечно Ради Открытия Карточек Для Того Чтобы Открыть Машины Вам Придется Проходить Челленджи С копами Но Они Вроде Как Не Такие Неадекватные Хотя Я Уже Не знаю Я В Карбоне Кроме Сюжетки Ничего Не Проходил А Не Проходил Я БМВ Открывал В Карточках Там Что Было Сказано Наберите Рейтинг С копами 200 тысяч Я Тогда Не Понял Это Имелось Ввиду За Одну Погоню Или Вообще За Все Как Оно Там Вообще Этот Рейтинг Считает Статистику Уже Никак Не Посмотришь Досье Там Нет Ну Я Набрал Это Было Довольно Легко Это Было Странно Ладно Зачем Там Замедление Нужно Было Использовать Это Логика Демпсея Демпсея Демпси Из Босс Мой Бета Никнейм Демпси Из Босс Наверное Олдфаги Канала Сто Процентов Это Знают Хотя Я его Менял В 2014 Году По Моему То есть Когда Я еще Снимал Первые Части Аутласта Первые Части Секретов И Багов Вот Тогда Я Поменял Никнейм А Не Это Было Позже Я Снимал Секреты Баги И По Моему В Седьмой Или Шестой Части У У У У У У У Логотип Со Старым Названием Канала Блин Честно Не Помню Когда Это Было 14 Год Но Когда Именно Сказать Сложно Я Тогда Еще Голову Ломал Что Ж Такое Придумать Как Себя Да Как Себя Назвать Надо Было Тогда Сразу Назвать Себя Мощный НФСер Или Свирепый Кончик А Точно Надо Было Себя Назвать Пресс Сразу У У Меня Было Бы Имя Не Прессы А Презы Что Все Думали Что Это Написано С Ошибкой Еще С Одной З Но Это Фишка Такой Всем Привет С Вами Пресс Сегодня Мы Будем Проходить Гоночки Или А я Пресс Вы Видели Мой Пресс Не знаю Это Как Говорится Экспериментальный Юмор Как То Вот Опять Ж Гонка Абсолютно Без Проблем Может Может Быть Я Уже Стал Слишком Требовательным Но Кроме Кругов Которые Там Добавляют По Четыре Штуки В Одну Гонку Больше Игра Ничем Нас Не Затягивает Он Просто Не Может Дать Соперников Равных По Скиллу Сейчас Вообще Какие-то Машины Дало А где Карира GT Где Ford GT Где Макларен В конце Концов Что Это За Сходка Бомжей Или Это Потому Что Мы В Рок Проте Ой То Есть В Роузвуде Сейчас По Моему У 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 Гонить Поначально А Нет Я Ж Говорю Бомжи Против Нас Бенни Суши И Андерсон Вот Кстати Суши Я Помню Или Суши А Кстати Что Это В самом Деле Может Он Не Суши А Суши Это Как Рос Был Не Не Рос Кто Там У Нас Был С Другим Ударением Надо Вспомнить Какой То Гонщик Где Я Специально Ставил Другое Ударение Так Вот Сразу И Не Вспомнишь Вы Издеваетесь Ну Сколько Машин Как Здесь Это Проехать И Не Врезаться В Смысле Бенни Меня Ой Блин Бенни Ж Меня Обогнал Нам Конечно Еще Ехать И Ехать Судя По Процентам Да Вы Издеваетесь Ну Чисто Вся Дорога Заполнена Машинами Чтоб Ты Бенни Да Чтоб Ты Бенни Врезался В Эту Машину Он Еще Толкнул Меня А А на Чем Бенни Ездит Какие Там Вообще Машины Были Кобальт Порш По Моему Да И Пунто Наверное Это Было Эпично О Никто Не догнал Да Даже Бенни Не Смог Все Мы Вернули Лидерство Народу Уже Достаточно Нас Четыре Человека Как Ну Какого Черта Он Здесь Делает У Блин Уходи Вот Ты Тупо Сейчас Бенни Помог Или Не Помог Он Не Может Ехать А Ходить Ты Можешь Вообще После Такого Удара Не Серьезно Он После Такого Удара Наверное Должен Был Там Умереть Что Там Он Сказал Стекол Или Название Района Это Было Надо Послушать Внимательно Проклятые копы Вам Меня Не Задержать Даже Если Трафик Вы Будете На Меня Натравливать Это Не Поможет Какой Парк Там Не Было Парка Что Это За Дезинформация Да Уже Все Видят Алло Диспетчер Вам Еще Не Доложили Что Меня Видят Уже Все Ого 328 Это Без шансов Даже До копов Дошло Что В принципе Это Все Без шансов Интересно Они Появятся Впереди На Финише Или Нет Мне Вот Интересно Сколько Сейчас Очков Отнимет У этих Бомжей Так Хитрость Я Применять Не Буду Пускай Ловят Если Там Кто Нибудь Есть Но Никого А Загадки Разгадываем Роскошный След А почему Так долго Охладжение Даже В укрытии Это Типа Глюк Такой После Гонки Я Уже Кучу Раз Его Замечал Задержите Этого Бомжа Давайте Копы Я В Вас Верю Слыш Два Слыш Продолжение следует...